Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и директор ПАУ Россети Северный Кавказ Виталий Иванов обсудили вопросы развития региональной энергетики, в частности, об инвестиционных планах компаний по переходу на интеллектуальную систему учета электроэнергии в Карачаево-Черкесии. Данная система позволит потребителям дистанционно передавать сведения счетчиков, контролировать потребление энергоресурса и начисление. Проект уже прошел все этапы подготовки, и уже в августе начнется работа по установке цифровых приборов. Одновременно будут проводиться масштабная реконструкция сети для повышения качества и надежности электроснабжения. Модернизация будет осуществляться за счет инвестиционных средств компании. Чистая питьевая вода без перебоев – и это уже не мечта долгих лет ожиданий. К концу года жители аула Беслиней будут обеспечены качественной водой. В эти дни там идут работы по замене старого водопровода, который уже на 90% не выполнял свои функции. За их ходом проследила Фатима Даурова. Изношность водопровода в ауле Беслиней Хабетского района – причина постоянных отключений воды. Приходится запасаться ею в те редкие моменты, когда она поступает. О напоре и речи быть не может, так как ветхий водопровод попросту не выдерживает давления и постоянно прорывается в разных местах. Зачастую жителям приходилось перевозить живительную влагу из отдаленных родников, колодцев и из речки. Но в этом году картина с водоснабжением кардинально должна измениться, считает глава сельского поселения Гарри Тхагапсов. С постройкой вот этого водопровода у нас мы надеемся, что вода чистая в любом доме будет в неограниченном количестве. Программа ведется, то есть строительство ведется по программе комплексного развития сельских территорий. Выделено вот на этом этапе около 50 миллионов. Строительство ведется очень хорошо. Качества мы никаких претензий не имеем. Все время наблюдаем, строим. Жители сами заинтересованы, вот столько лет ждали. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана Министерством сельского хозяйства России и действует с 2020 года. Она рассчитана на пять лет и охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села. Это развитие инфраструктуры и создание условий для того, чтобы сельский образ жизни стал привлекательнее. Данная программа включает в себя подпрограмму. Это и монастовремие, это заснавшение, это строительство социальных объектов, культурных объектов, и дороги, освещение улиц. Все, что необходимо для полноценных жителей, жителей поселения. В настоящее время идет прокладка труб по улицам Гутякулова, Гагарина, Охтова и Ленина. Общая протяженность труб составит 19 километров. Предусмотрена замена напорного трубопровода. А осенью, когда вода в реке Большой Зинчук спадет до необходимого уровня, будет построен водозабор и произведена реконструкция насосной станции. Мы ждали всю жизнь чистую воду в наших домах. Эти несколько месяцев пролетят быстро, делятся жители Беслинея. Мы очень долго ждали таких перемен. Мы сейчас довольны и работой главы администрации, сельского поселения, довольны очень. И вообще мы довольны и районам последнее время, очень довольны. Преобразования все ждут, хорошего все ждут. Но мы надеемся, что у нас аул преобразуется и все будет хорошо. Я часто заходил к главе администрации аула и спрашивал, что будет, что ожидается, что намечается. За последние несколько месяцев не захожу. Он говорит, почему не заходишь? Вопрос решается. То есть мы довольны тем, что строится это все водопровод, чистая вода. В программу попали, в программу чистого душа мы попали. Мы очень рады, очень долго мы мечтали. И к этому в конец итоги подошли. Эта уличная водокачка сейчас выполняет функцию раритетного экспоната. И не по своей воле. Но к концу осенью она живет в буквальном смысле. И вода с напором свободно польется в ведра жителей. Хатима Дурова, Мухаммеда Шибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Хабецкий район. Жители Карачаевска такой капитальной реконструкции общественной территории по улице Мира ждали очень долго. Как минимум четверть века. Сейчас строительные работы аллеи, которую без всякого преувеличения, можно сказать, отстроили заново, вышли на завершающий этап. Ахмат Халкечев далее. С просьбой благоустройства данной территории главе республики Рашиды Тимрезову обратилась жительница Карачаевска во время выездного приема граждан. Хоть и протяженность самой аллеи чуть больше полукилометра, но общая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров. И значительная часть территории по проекту пойдет под озеленение. Аллею будут украшать шаровидные клёны, туи, самшиты и кустовые розы. А для удобства горожан установят около 50 лавочек и мусорных урн. Проект прошел государственную экспертизу, подписали контракт. В мае месяце его подписывали, но из-за того, что у нас период эпидемии, COVID-19, работы были чуть приостановлены и дальше уже форсируем, так сказать. Общая площадь самой аллеи 10 тысяч 480 квадратных метров. Зеленая зона, соответственно, около 7 тысяч квадратных метров. Площадь большая, учтены там пандусы для мобильных групп населения. Все, что требуется программой, все старались учесть и так строим. Проект новой аллеи реализуется в рамках нас проекта «Комфортная городская среда». На данный момент уже есть фонари ночного освещения, завезен чернозем и уложено более 3000 квадратных метров тротуарной плитки. Все спроектировано очень грамотно и, я думаю, все горожане будут довольны. Здесь, кроме старого асфальта и сломанных бордюров, ничего не было. Именно по периметру этих 600 метров не было ни одной скамейки. Полная реконструкция аллеи стала радостным событием и поистине долгожданным подарком для юных горожан, которым негде было разгоняться на своих самокатах и оттачивать навыки катания на роликовых коньках. Для самых маленьких горожан на этой аллее предусмотрен еще и игровой комплекс. На площадке с каучуковым покрытием расположатся песочницы, качели и карусель. У меня самокат есть, я на самокате вон там. На роликах катаемся? Ну, просто... Удобно на роликах кататься? Да, вот тут я только научилась недавно кататься на них, ну, потому что на нем, на вот этой резине, на ней легче кататься. Даже когда падаешь, там не так больно. А еще там будут качельки специальные, чтобы вперед и назад. Сейчас, по словам представителя подрядной организации Ачемиза Иркенова, данный объект готов на 90%. Ну, а завершить все работы планируют до конца первой половины июля. Ахмат Халкевичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сотрудники полиции совместно с заинтересованными ведомствами продолжают работу по выявлению и ликвидации очагов дикого произрастания наркосодержащих растений. После обнаружения очага полицейские с главами администрации организовывают работы по уничтожению путем химического или физического воздействия, в том числе скашивания и дальнейшим сжиганием. Мероприятие проводится на всей территории Карачаева-Черкесии. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать по телефону доверия МВД по республике. Одной из приоритетных задач отдела МВД России по Прикубанскому району остается пресечение распространения наркотических средств на территории Прикубанского района и их немедицинского потребления. Так, за истекший период текущего года отделом по Прикубанскому району выявлено 60 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как показывает анализ, основным наркотиком, потребляемым на территории Прикубанского района, остается марихуана, изготовленная из местной конопли. На ее долю приходится 99% изъяток наркотических средств и сильнодействия психотропных веществ. Это обусловлено тем, что благоприятные климатические условия нашего района способствуют произрастанию наркосодержащих растений, в том числе дикорастущей конопли на бесхозных землях Прикубанского района. По взаимодействию с органами исполнительной власти ведется работа по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Прикубанского района. По мере выявления очагов произрастания дикорастущей конопли ведется работа по скашиванию и сжиганию данной конопли. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Крачевской кейсе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4109, из них 2590 выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 185 пациентов. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, вечером местами кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 11-16, днем 27-32 со знаком «плюс», в горах ночью 4-9, днем 16-21. В Черкесске без существенных осадков, температура ночью 14-16, днем 30-32 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Дополнительную разовую выплату 10 тысяч рублей в июле уже получили 60 тысяч семей Карачаева-Черкесии. Средства дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей предоставлена автоматически без обращения в пенсионный фонд. Однако есть семьи, которые по каким-либо причинам еще не подали заявление на дополнительные меры поддержки. Карачаево-Черкеское отделение пенсионного фонда рекомендует родителям не затягивать с подачей заявления и уже сейчас получить полагающееся пособие и потратить средства на первоочередные нужды семьи. Напомним, что подача заявлений удаленно на портале госуслуг является самым удобным и безопасным способом. Такие семьи получат дополнительную выплату вместе с основной выплатой по заявлению. При этом напоминаем, что заявление следует подавать удаленно через портал государственных услуг и только в случае крайней необходимости в офисе пенсионного фонда по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам территориальных органов пенсионного фонда, указанных на сайте в разделе «Контакты региона». Напоминаем, жители Карачаева-Черкесии, у которых есть вопросы по теме выплат семьям с детьми, что они могут написать обращение через электронный сервис онлайн ПФР пенсионного фонда России, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей. Также в помощь получателям на сайте пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате правила заполнения заявления. Лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа стала Саида Боисова. Выдающихся студентов России наградили на итоговом концерте Всероссийского онлайн-выпускного. О том, как студентка из Карачаево-Черкесии достигла такого результата в материале Руслана Джукаева. Награждение выдающихся студентов нашей страны прошло в рамках итогового концерта Всероссийского онлайн-выпускного. По результатам конкурса от СКФО выбрали Саиду Боисову, а народом из Эркин-Шахара школу окончила в родном ауле. А после поступила в Северо-Кавказский федеральный университет и там начала свой путь к вершине знаний. Я даже не подозревала, что меня туда пригласят. Я вовсю готовилась к защите диплома, была вся погружена в учебную деятельность. И звонят мне, представляются, здравствуйте, с Министерства науки высшего образования. Такое-то мероприятие, хотим вас пригласить. Если вашу кандидатуру утвердят, то пригласим вас в Москву на награждение. Я, конечно же, удивилась. Это было спонтанно. Очень не ожидала даже такого. За период обучения Саида становилась многократным победителем и призером краевых и всероссийских научных конференций. Стала автором более 50 научных публикаций и даже выиграла грант на реализацию своего проекта. Что для студента важно знать, помнить, чтобы пройти от первого до последнего курса и получить все от студенческой жизни? Ну, в первую очередь, наверное, не бояться. То есть не бояться показать себя, не бояться представлять какие-то свои идеи. Возможно, тебе кажется, что общество как-то странно посмотрит на твое мнение, но на самом деле появляется очень много сподвижников, которых ты вдохновлять даже можешь. То есть в первую очередь это верить в свои силы и не бояться. По ее словам, мотивацией для ее достижений служила семья, где всегда отдавали приоритет развитию знаний, чем материальным ценностям. В моей жизни каким-то ориентиром всегда была моя семья. То есть в моей семье ценность у образования была очень высокая. У меня дедушка орденоносец, у него есть медали Ленина, с бабушкой, обе бабушки, то есть работали в школах. Дедушка был первым директором на Гайской школе. То есть, ну, все они были как-то связаны с образованием. Я знала то, что в какую бы нишу я не пойду в дальнейшем, то я должна буду там добиться таких высот, чтобы, ну, чтобы мной гордились, наверное, чтобы не понижать планку. Саида и дальше планирует продолжить учебу и заниматься развитием своего проекта. Руслан Жукаев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелина».